Это видео, как утверждает его автор, снято в очереди у алматинского морга. Рядом с моргом в микрорайоне Калкаман и сегодня много людей. Они пришли за телами своих родственников. Охранник учреждения говорит, что умерших сейчас в два раза больше, чем несколько недель назад. Перед аптеками в Алматы очереди. В больнице забирают тяжелых больных, поэтому многие вынуждены лечиться дома и самостоятельно искать лекарства. Мы же молодые, легкая форма, наверное. Я хочу сейчас взять антибиотики. Азитромицин, арбидрол, ну вот эти вот. Здесь посмотреть по списку, много чего. Вы с этим симптомом на работу ходите или как? На работе все болеют. Абсолютно все болеют, да? Солнце в тракцион вообще есть хайдажок. Аскорбин, паратистомол, есть хайдажок. Солнце в тракцион зеркев, журм и казар. Есть мчак, ты кайф. Уже был он шар. Он шар? Угу. Я кайф, байр, кизик по другу, я думаю, он не дренит. Как я говорю, очередь по другу. У пунктов тестирования в городе тоже очереди. Одни говорят, что их направил работодатель, другие, что пришли сами. Кому-то нужен тест, чтобы лечь на операцию в больницу. Если раньше результаты анализов были готовы за день, то сейчас приходится ждать как минимум двое суток. За последние 10 дней в стране отмечен всплеск заражения коронавирусом и заболеваемости пневмонией. Минздрав сообщил, ежедневно регистрируется до 2500 случаев пневмонии. Причем у этих пациентов отрицательный тест на COVID-19. Кандидат медицинских наук, врач и активист Кайр Галиконеев считает, что больных пневмонии нужно включать в статистику заболевших коронавирусом. Очень большое количество пневмонии, у которых не верифицирован коронавирус. По литературным данным, коронавирус инфекцией, он может давать ложные отрицательные результаты по ПЦР-диагностике. У нас же их не включают в общую коронавирус инфекцию. Это неправильно. Сейчас лето. Какая другая инфекция может быть? Какая другая инфекция дает такую пневмонию? Естественно, коронавирус инфекции. 29 июня президент Касанжо Мартукаев заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране на грани утраты управляемости. Он сделал выговоры нескольким чиновникам. Новый министр здравоохранения предложил для снижения темпов распространения вируса ввести жесткий карантин. Локдаун на срок от двух до четырех недель. Но еще раз подчеркну, у правительства есть четкое видение по планомерному выходу из сложившейся ситуации и разработан детальный план неотложных мер для стабилизации ситуации по COVID-19. Хотелось бы отдельно отметить самоотверженный труд медицинских работников. В этой связи просим вас быть солидарными с нами и поддерживать медицинских работников в их нелегком труде. По официальным данным, в Казахстане около 40 тысяч случаев заражения коронавирусом и 188 летальных исходов. Азатык направил в Министерство здравоохранения запрос, сколько человек в стране заболели пневмонией и сколько из них скончались. Ответ на запрос не пришел.